Владимира и Комарию Тенишевых знал весь город и до сих пор помнит. Сын Фарид вспоминает, как в их доме каждый год за большим столом собирались гости и отмечали День Победы. Владимир Борисович ушел на фронт в 42-м году, а в 43-м его серьезно ранило. Они были на передовой, и мина одна развалась впереди, а вторая сзади. Он говорит, наверное, третья будет наша. Мина попала, он поднялся сзади, отрывал руку ему. Так Владимир Тенишев остался без руки. В телеграмме маме о серьезном ранении 19-летний Володя не написал. Вот здесь написано, легко ранен в левую руку, чтобы мать не беспокоилась. Легко ранен, без руки остался. Через два года после войны Владимир Тенишев познакомился со своей будущей женой Комарией Шериповной. В 63-м семья переехала в Анапу. Вместе супруги Тенишевы прожили больше 50 лет. С размахом отмечали золотую свадьбу. Дом строили сами. Отец, кажется, такой дом построил в свое время. Это в 71-м году. Этот дом был самый красивый в Анапе. Самый большой был дом. Одной рукой все. Много очень сам делал. Что не мог, одной рукой сделать. Матушка помогала. Он говорил, ты моя вторая рука. Владимир Борисович с Комарией Шериповной воспитали трех сыновей, семь внуков, одиннадцать правнуков. После смерти хозяев дома сын Фарит и его супруга Фатима решили увековечить память о родителях. Установили на заборе мемориальную доску, чтобы Анапчане и гости курорта, проходя мимо дома, знали о людях, благодаря которым над их головой мирное небо.